серёга съел баранью ногу нет конечно доброе утро ребятушки она и на проводе прошу то сырье по твоему спецзаказу лишь не знаю что сделать прошу то побыстричку во первых с него надо снять вот эту вот такие но сальцу мы оставим а шкурочку мы с него снимем я взяла два таких пласта прошу там где-то миллиметров 8 толщиной сейчас я с него сниму шкурочку и нарежу его кубиками и прошу то у нас готово все в курочку сидят собачки у кого нет сидят тюлени или олени это была шутка готовим большую луковицу готовим зеленый горошек готовим сливочки у кого нет сливок сметана и готовим пасту паста у меня приваренная сейчас посолю поперчу и сыром немножко присыплю при пудре достаточно одной большой видите какая хорошую жменью граммом наверно сто пятьдесят одна может быть и все 200 ребята этот рецепт готовится очень быстро у меня подача будет этой пасты из духовки почему конечно немножко расслоятся сливки они превратятся типа в топленое масло но меня это мало волнует потому что это блюдо будет подаваться у меня быстрее чем обычное блюдо и продается паста из духовки намного лучше чем обычная паста поэтому я не заморачиваюсь я готовлю то что едет народ сегодня ночью кстати у меня дома прошел дождь здесь во рту даже не хлюпанула а у нас с 3 часов ночи такой дождяра я встала закрыла балкончик потому что прям или там воду заносила квартиру настолько это было приятно я вам передать не нарезаем лук смотрите как как сами хотите желательно потоньше чем тоньше нарезали тем вкуснее будет и ставим естественно на огонь ребята обжарила лучше добавила прошутор нарезанной кубиком сейчас только вот эти вот концовочки прошу то меня просто растопят этот жирок буквально две секунды и добавляю я горошек 2 секунды обжаривать прошуто не надо главное дать ему чуть-чуть зашкварчать чтобы этот лишний жир просто плюс буквально по размере зеленого горошка солить много не надо так как у нас прошуто уже соленая вы это помните на перчить но можно побольше и можно добавить курс мускатный орех это не помешает в конце перед запеканием добавлю пошли у нас сливочки теперь самый медленный огонь и если у вас не будет эта паста в духовке запекаться значит сливочки сейчас должны немножко на огне загустеть я сюда вливаем где-то пол литра сливок разливала уже по плите так мне и надо больше покроем это дело видно да все довожу только его немножко долго не до кипения так практически если вы будете готовить отдельно пасту отдельно соус то сливки загущаются и становятся немножко такого кремового цвета у меня это будет праздник происходить в духовке об этом участку подавожу как только они перед закипаниями а сразу выключаем пробую на соль на перец и все в это же время пасту я остановила холодной водой варку паста аль денте салю пасту перчу припудриваю нашим сыром смешиваю и когда сливки остынут смешаю потому что заварится сыр готовим противень смазанный оливковым маслом после того как это все смешаем в противень больше показывать не могу потому что я сегодня в отстающих терезы сегодня нет я сама бегала в магазин на закупку это у меня украла немножко времени еще пришел поставщик мороженого я говорю конец сезон заканчивается никакого мороженого хорош вам пять минут там пять минут теперь обед надо догонять паста готова покажу в готовом виде вот так выглядит наша паста в сыром виде в сыром в незапеченном виде на противне сейчас я присыплю сыром и духовка 170 градусов 15-20 минут и будет у нас не паста а сказка говорю соус вы можете подавать отдельно но мне так выгоднее быстрее обслуживание клиентов идет плюс паста стоит горячая такая знаете аж пыхтит аж пыхтит я куца я над нею пыхтю о супер пастушечка пастушечка вихали суши вассерёзд съел свою воронину наливай такой у нее аппетитный вид ребята Дальше не буду, несу на продажу. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какой мы перчик высушили. Надо его только перемолоть.